Приветствую вас на канале Натали Мастерс, с вами Наташа. Продолжается неделя сердечек на моем канале. На этой неделе я каждый день постараюсь выдержать темп, буду выкладывать вязаные вещи, какие-то штучки с элементами сердечек. Ну что же, а теперь я предлагаю вам связать, посмотрите, какие классные митинги с пальчиком, с большим, красиво отвязанным, с элементами жаккарда. Вообще они очень-очень клевые, очень миленькие, очень нежные и дают большой простор для творчества, потому что на самом деле вы можете на основе этой модели связать любые, например, удлиненные, хоть по локоть, если вы будете вязать резинку более свободную, длинную. Вы можете любой жаккард, любой узорчик, у меня здесь 8 рядов использовать, какой вам только не понравится. Можно связать здесь резинку, можно сделать отворот, как я делала в мастер-классах по митингам на своем канале, внизу вы найдете все ссылки под этим видео. Мы научимся с вами делать отдельное видео, у меня тоже есть, по такому супер эластичному набору, который идеален для всяческих варежек и носочков, для носков и варежек и для митинок. Супер эластичный набор, но он для всего хорош, набор с кользящими узлами. Далее мы вяжем резиночку один на один, круговую, на очвочных спицах. Я вам покажу, как связать пальчик большой, сделать прибавки равномерные. Мои митинги простые, они двусторонние, ну то есть нету тут правый-левый, не двусторонние, правый-левый митинги нет, они одинаковые, в какую сторону не поверни, потому что узор симметричный, примерно по центру, видите, сердечко. В общем, они универсальные, очень симпатичные. И в конце я вам покажу, как сделать такую необычную, выполнить необычную отделку, простую, но эффектную, рядом платочной вязки и красиво закрыть петли. То есть мы все это с вами подробненько обговорим и быстро пройдемся по тому, что нам понадобится, нам понадобится укороченный или обычный, вот как у меня набор спиц 3,5, крючок, заправлять всякие кончики, отдельная, ну это может быть ниточка, английские булавки, большая булавка, два маркера. Собственно говоря, и все. Я вязала их из пряжи люкс, это стопроцентный меринос с тройской фабрики, характеристики пряжи под видео. Ну, на этом все. И теперь мы подробно будем с вами вязать их. А, кстати, завтра, завтра будет шапка. Шапка под эти хорошенькие витинки. Так, первым делом нам нужно набрать 40 петель на чулочные спицы. Мы будем набирать необычным способом. Отдельно ссылка на этот набор с скользящими узлами у меня будет под видео. Первую петлю мы набираем как обычно. А дальше происходит вот, что нам длинные хвостика оставлять не нужно для этого набора петель. Мы надеваем вот так петлю, подтягиваем и опускаем узелок на спицу. Затягиваем. Подробно, пожалуйста, посмотрите видео. Это очень классный набор. Я бы сказала, восхитительный набор, который дает особую эластичность, что, естественно, очень важно в варежках, в носочках и так далее. Получаются вот такие узлы. И эти узелки нам дают вот такой набор. Видите, он супер эластичный, этот набор. Возвращается в исходное положение, как никакое другое. И очень сильно растягивается. Мы набираем по 10 петель на каждую спицу. И следим за тем, чтобы не было перекручивания никакого. То есть я наберу сначала 10 петель, потом возьму следующую спицу, буду набирать на нее. Набрала 10 на первую, прикладываю следующую. И точно так же буду набирать на следующую спицу. Сначала до конца на нее надену петлю. Тут, конечно, требуется некая ловкость, некоторая. И вы можете набирать и обычным способом, если вам составят какие-то затруднения мой способ. Вот видите, сейчас большое расстояние получилось. Такого быть не должно. Я сейчас переделаю. Просто перед камерой не очень удобно. Необходимо подтянуть петлю, смотрите, прям впритык к предыдущей. После этого перекинуть, пропустить и затянуть узелок. Тогда он останется рядом. Так, вот так. И набираю я на первую 10 петель, на вторую 10, на третью и на четвертую спицу. Наберу 11 и будем замыкать круг. Так, набрали. Теперь все 4 спицы. Можно, кстати, чтобы было легче, набрать сначала все на одну спицу и потом просто переснять. Потом разложить ровненько так, чтобы внутрь узелки не было перекрутов. Теперь у нас на последней спице 11 петель, поэтому я буду объединять в круг. Я должна снять последнюю петлю левой спицы и первую петлю провести в последнюю правой спице. Вот таким образом. Готово. Подтягиваю хвостик. И теперь мы будем всего лишь вязать резиночку один на один вверх. И начинаем вязать один на один резинку, как обычно, лицевая-изнаночная. Так, я провязала 23 ряда. Видите, какой у нас эластичный получился рукавчик, хотела сказать. Эластичная манжета. Теперь мы должны сразу, у нас в варежке не будет правой-левой, да, что упрощает нашу задачу. Поэтому мы будем вязать с самого начала большой палец в данной модели. То есть будем делать симметричные прибавки из протяжки. Значит так, три большие петли, ой, большие, три лицевые петли для большого пальчика. Далее у нас будет протяжка. Смотрите, мы переднюю стеночку делаем вперед. Вот так провязываем лицевую и провязываем нашу лицевую основную. После этого нужно надеть маркер, делаем круг и будем делать симметричную прибавку с правой стороны. Я подошла по кругу, смотрите, вот наши три лицевые петли, вот прибавка и лицевая петля. Я, не доходя три петли, провязываю лицевую крайнюю и делаю прибавку. Вот так. Теперь я повешу перед этой лицевой маркер. И таким образом я буду знать, что крайняя петля у нас вот она. После этой петли у нас будет отходить пальчик в сторону. Будет очень удобно вязать. Продолжаю вязать по кругу и мы будем делать ряд с прибавками. Ряд просто лицевые. И не забываем, естественно, в круговом вязании и резиночку мы так вязали и основное изделие всегда вот так вот мы вяжем за переднюю стенку, разворачивая петли, ну как обычно в круговом вязании. Итак, у меня это будет второй ряд. Я вяжу лицевыми. Во втором ряду я подошла к большому пальцу, переснимаю маркер, провязываю лицевую. Провязываю прибавку, тоже развернув, да, потом вот эти три петельки, которые были и здесь дальше у меня уже провязан лицевой ряд. Поэтому в третьем ряду мы будем опять делать прибавку, как мы ее делаем. Вот у нас предыдущая прибавочка, вот лицевой ряд, это наша крайняя лицевая петля, которая будет идти по миденке и нам протяжку надо сделать вот здесь. Все, подняли и таким образом видите по диагональке пошла линия. Провязали крайнюю лицевую, она так строго и будет идти, строго вертикально, а пальчик будет отходить. Вяжем по кругу и будем делать точно такую же прибавку с правой стороны. Итак, что нам нужно понимать? Мы вот так чередуя ряд прибавок в ряд лицевых провязываем 16 рядов, после чего переснимаем петли большого пальца. Смотрим примерно на такую булавку или на две английские булавочки или на крючком можно продеть небольшой кусочек пряжи. Мы снимаем петли образовавшиеся большого пальца после 16 ряда на отдельную булавку. Вот мы и провязали 16 рядов, выполнили прибавки. Видите, что получается? Получается пальчик ровненько отваливается, как я это называю, в сторону и сбоку образуется ровная дорожка из лицевых петель. Теперь что мы сделаем? Мы уберем маркеры, переснимем все внутренние петли, вот эту вот, кстати, нужно провязать петлю, после которой мы делаем прибавки. Я ее провяжу и внутренние петли пальчика пересниму на отдельную булавочку. После этого нам нужно замкнуть петли ручки без пальца на 4 спицы, равномерно их распределить. Вот так это выглядит. Я пересняла на булавку петли пальца. Теперь наберу несколько петель дополнительных, которые нам потребуются для выполнения раппорта узора. Будем вязать. Помните, мы 3 петли брали в основании пальчика, забирали. Поэтому нам нужно эти 3 петельки вернуть. Нам нужно вернуться к 40 петлям, потому что раппорт узора у нас составляет 10 петель. Нам нужно добрать обратно 3 петли, поэтому мы на правую спицу набираем дополнительно вот таким образом 3 петельки. 1, 2, я так все странно делаю, потому что очень тяжело снимать с длинными челочными спицами. Сложнее не придумаешь, как-то нужно будет потом приспособиться на весу это делать, но ничего. Так, 3 петельки. Все. И продолжаем вязать по кругу. Нам нужно провязать с вами 2 ряда серым цветом. И потом сделаем нашу узорную полосочку. Я набрала и продолжаю вязать лицевыми. Вот эту первую петлю посильнее подтянем, снимем оставшийся маркер и пошли вязать по кругу. Эти самые набранные петельки легко и просто провязываем за заднюю стенку. Провязали 2 ряда. Можно конечно прикрепить маркер, но мне легко ориентироваться по хвостику и по тому, что я закончила пальчик. Прошла. Видите, как я его повесила вниз и все. Теперь я буду использовать два цвета голубых. Один более кобальта, второй разбеленный. Голубой цвет. И воспользуюсь схемой вот такой. Посмотрите, тут раппорт 10 составляет между стрелочками петель. Высоту 8. И первая полосочка. Вот эти галочки у меня будут темно-голубой, а сердечки и ромбики бледно-голубой. А то, что не зачеркнутые клеточки фон. Вот такой простейший жаккард. Это я на тот случай, если вы будете жаккард вязать такой же, как выбрала я. Естественно, можете абсолютно любой связать. И он может быть на пару рядов меньше, на пару рядов больше. Ничего страшного не случится, если два-три ряда будут не совпадать. Главное, чтобы у вас уместился раппорт. Вот у меня он 10-40 на спицах, поэтому очень просто связать. Ну вот я буду делать голубой ряд. Потом, естественно, бледно-голубой и так далее. Начинаю вязание. Провязываем по нашему узорчику жаккард. Все. Встречаемся, когда провязали жаккард. Будем красиво закрывать нашу нитинку и закрывать большой палец. Сейчас я провяжу эту полоску. Потом серую. Сердечки рубики. Опять серую, опять темно-голубую. И сразу будем закрывать. Закончила я меланжевую часть. Вот видите, четко по раппорту начинала вязать. Очень просто. И пришла в конец. Теперь мне нужно что сделать? Мне необходимо провязать ряд лицевыми один серым цветом. Провязываем серый ряд. После серого ряда лицевыми я вяжу ряд изнаночными. И вот в этом ряду я подтягиваю слегка, не очень сильно, но начинаю пересобирать вязание. То есть вяжу не свободно. Чтобы на руке лучше сидело, я немножко подтягиваю. Поплотнее вяжу. Давайте обсудим варианты, как можно вязать после того, как мы отделили большой палец. На самом деле можно не делать жаккард. Провязать несколько рядов и сделать любую резинку. Например, французскую резинку. Посмотрите у меня на канале. Ссылка под видео. Или резинку один на один, как на манжете. Все, что хотите. Или можно пустить несколько разноцветных полос. И закончить так же, как я. Или закончить буквально несколькими рядами резиночки один на один. То есть тут, как вы хотите. Можно вышивку украсить. Такие митинки. Сделать их однотонными, очень простыми. Украсить красивой вышивкой. В общем, вариантов множество. И я просто предлагаю вам свой такой дизайн. В рамках того, что у меня неделька, посвященная сердцам. И я люблю эти мотивы. Сердечки очень люблю. Поэтому, если вы не разделяете мое пристрастие. То, конечно же, любой мотив будет уместен. Можно очень яркие связать. Красивые, полосатые, например. Все, что угодно. Так, я довязываю. Как мне странно, тут спицы распетелились. И довязываю вот этот подтягивающий ряд. И все, теперь мы будем закрывать. Пока мы болтали, я провязала ряд изнаночными. И теперь, смотрите, мы закрываем. Закрывать мы будем лицевыми. У нас прекрасно для этого лежат петли. И мы тоже не расслаблены. Так как обычно требуется закрывать очень расслабленно. Мы достаточно плотно закрываем лицевыми. Вот так. При таком способе получается очень красивый край. Как бы фрагментарно выполнена вязка. Господи, забыл, как она называется. Мы когда только лицевыми мы вяжем. Туда обратно. Ну все, заклинило. Забыла, как называется. Платочная вязка. Так. Видите, что выходит? Выходит такой красивый рубчик. Он что нам дает? Дает то, что не закручивается в край. В общем, очень оригинально смотрится красиво. Вроде не резинкой закончили. Сидеть будет хорошо. В общем, отличный вариант. Кстати, этот вариант прекрасно смотрится и на больших изделиях. Как конец рукавого. На проймах, на горловинах и так далее. Так. Ну вот. Закрыли. И теперь нам нужно будет проделать абсолютно то же самое с большим пальцем. Мы распределим на 3 спицы петельки. Вот отсюда 3 поднимем. Значит, эти спицы распределим на 2. Поднимем вот так раз по одной дужке из каждой петли вот эти 3. Вот так мы поднимем. Присоединим еще, естественно, петельки отсюда. На 3 спицы распределим и свяжем точно так же. Ряд лицевыми, ряд изнаночными и точно так же стягиваем. Достаточно прилично стягивая. Закрываем. Вот что у нас должно с вами получиться. У нас получится такой аккуратненький пальчик. Видите. Вот наш милый край. Сейчас надену. Митинги, которые очень хорошо смотрятся. И главное, что узор симметричный, красивый. По сути, получается сердечко по центру, с боков. В общем, отлично выглядит. И удобная, мягкая пряжа. Это просто отлично себя ведет. И две нити, знаете, как мулине, когда вышиваешь две нити оптимально. Вот эта пряжа, так как стопроцентный меринос, она просто здорово держит всякие там косы, резинки и так далее. Вот посмотрите, как ведет себя наш набор. В общем, посадка просто шикарная. Я думаю, вы будете очень довольны. Дизайн такой скромный, северный. Только сердечки, а не снежинки. Что же, вот и все. Готовы наши чудесные изделия. Действительно, я смогла уложиться за один день, чтобы их связать. Это очень здорово. Еще раз напоминаю, что завтра на моем канале будет шапочка в таком же стиле. Не пропустите, продолжается неделя. Интересно узнать, как вам этот мой эксперимент с такими недельками. Есть еще много задумок. В общем, продолжаю, стараюсь для вас. Мне это совсем не сложно, очень приятно. Давайте вязать вместе. Очень хочется в скором времени сделать прямой эфир. Напишите мне, пожалуйста, хотели бы вы, будете ли вы смотреть его? Интересна ли вам такая мысль? Я бы с огромным удовольствием. Очень-очень хочется стрима и попробовать. Так что я обязательно попробую. Разболталась. Скоро будет конкурс на моем канале, посвященный тому, что канал исполняется годик. И вас уже 16 тысяч как раз сегодня исполнилось. Я очень рада, что вас так многое, что вы очень быстро прибываете ко мне на канал. Я рада вас всех здесь видеть. Если я кому-то не отвечаю, простите меня, потому что на это уходит очень много времени. Буквально каждые 10 минут приходит сообщение, что кто-то написал. И если я каждые 10 минут буду отвечать, тем более заглядывая в каждое видео, вспоминая, что я там вязала много месяцев назад, то, в общем, простите меня. Сейчас вы видите на своем экране другие мои мастер-классы, видео разнообразные. Переходите по ссылке, смотрите, подписывайтесь. Оставьте пальчики вверх. До завтра.